Итак, дорогие друзья, все, собираемся на самую важную часть дня, фундаментальную часть дня, изучение Торы. Тору сейчас будем изучать, Мишли, это притчи царя Соломона, и собираемся все, значит, начинаем наш традиционный урок. Сейчас 10.04, чуть-чуть мы на 4 минуты задержались. В 10 утра мы будем стараться начинать уроки. Кто у нас первый пришел на урок, тот молодец. И, наверное, это Яков Шаттади. Нет, Виктор Комиссарук. Виктор, привет. Кто первый приходит, тот молодец. То есть написано, тот, кто первый заходит в бета-медраж, у нас виртуальный бета-медраж, тот собирает награду всех. Значит, Виктор Комиссарук зашел первый, собирает награду всех. То есть все получат свою, каждую свою награду, но он как бы соберет все это вместе. Ботер то. Все, дорогие друзья, мы начинаем, значит, мы сегодня во второй главе, во второй главе в 14-м отрывке. И написано в 14-м отрывке так, значит, Асмихимлясотра ядил быта-пухотра. Значит, нас предупреждал в предыдущем уроке, царь Соломон Шломамилах нас предупреждал, чтобы мы опасались, страшно опасались людей, которые делают зло, которые говорят против Бога. А сейчас он говорит о тех, которые вообще неисправимы, которые радуются делать зло. То есть есть, которые делают зло, но переживают от этого. Например, есть известная история, как один говорит другому, там, ну, это не еврейская история, это есть, у христиан есть пост, они не едят мясо в это время. И, значит, один другому говорит, там, Сергей говорит, когда пост уже закончится, хочу спокойно мясо поесть. А тот ему говорит, а я не знал, что ты пост держишь, что-то, прям, ты пост держишь? Он говорит, да не, не держу, говорит, но вот переживаю, говорит, вообще, хочу же спокойно поесть. Сейчас ем и переживаю, а уже потом буду есть спокойно. Так, есть, которые грешат, но они переживают. И они даже говорят, что их переживание, оно им во многом, как бы, снимает их грех, да, что они реально страдают от того, что они это делают, этот грех. Есть другие, которые делают грех, и они, они, как бы, доказывают, что это не грех, там. Но есть самая страшная категория, они делают грех, еще и радуются, что они танцуют, радуются тому, что делают грех. Это вообще очень плохо. Хорошо. Их сказал в 14-м отрывке 2-й главы царь Соломон, сказал, их особо надо опасаться. Асмихим ля сотра, я делубы та опухотра. И они будут радоваться, и они еще и ликуют. Это когда сделали золотого тельца, там есть такой порядок. И они написано, и сделали они олот, принесли жертвы всесожжения. Потом и сделали они шламим. Шламим это такие жертвы, которые часть отдают Богу, а часть едят сами. И потом они сели, сели они сами кушать это все. И потом стали лицахэк, и стали они еще радоваться, смеяться, танцевать, там все. И вот тогда уже это было видно, что это последняя стадия, когда они служат идолам, еще и радуются, и смеются. Интересно, что лицахэк еще заниматься развратом начали и так далее. И я говорил, по-моему, Брестеров, что это путь всех революционеров. Вначале они начинают, принесли олот. Жертвы всесожжения, это все для Бога. И когда начинается любая революция, то те, кто ее начинают, они говорят, все для народа. Все для народа вообще, все нам, вообще ничего не надо. Куля в лоб, так пуля в лоб, так пуля в лоб. Все, значит, мы только для народа. Потом проходит время, революция уже заканчивается. Они говорят, уже жертвы шламим, уже часть для народа. Все для народа, но и про себя не забудем. И начинают они уже пользоваться плодами революции. Потом проходит еще время, они говорят, какой народ вообще, какой, кто это, где народ это, да? Все, и это как была вот советская власть. Закрыли весь народ, всех заставили работать. И, значит, все, закончилась революция. Так, это путь любых революций. Значит, пятнадцатый посудок. Пятнадцатый отрывок во второй главе. Ашер архатеем икшим ве нелузим бемаглотам. Значит, что их пути, пути, они кривые. И они, в общем, кружатся, кружатся они по их вот этим вот кругам. До этого было, что есть, ты идешь к добру, бывает окружным путем. А эти, они просто запутаны. Я, например, вот только сейчас разговаривал с одним человеком. И я говорю, вот там есть такая-то возможность. А он говорит, нет, этой возможности нет, вообще нет. Мир катится в пропасть, мир катится в пропасть. Скоро вообще, ну, то есть никаких возможностей не будет. И у него, он сам себе закружил такую ситуацию, он в это верит реально. Он верит, что все невозможно, что все будет закрыто, что компьютеры сейчас нас победят. И компьютеры уже начали разговаривать друг с другом, он говорит. И Илон Маск, и он очень обеспокоен этими компьютерами. Илон Маск, это Илон Маск. Чем он обеспокоен вообще, какая разница. Есть, которые за Илона Маска, есть против Илона Маска. Есть, которые ему верят. Есть, которые говорят, что он успешный. Есть, которые говорят, что он вообще неуспешный. И это все, Илон Маск говорит, мы знаем, что мир существует уже минимум 6 тысяч лет, да, это, ну вот мы знаем, 5 тысяч сейчас, 778 год, от сотворения мира, от сотворения первого человека, но до этого я иду по теории Раф, Натан Авеезер, он не Раф, он профессор Натан Авеезер, который свел вместе всю вот эту вот астрофизику, там, астрономию, он, ну, там 100 у него только премий, он физик-математик мирового уровня, и у него есть книга, называется «Вначале», где он свел всю вот эту вот первая глава Берешит о сотворении мира со всеми последними научными достижениями, как возникала Вселенная, и оно вписывается слово в слово, каждое слово, то есть единственное, вот в чем разница, что первый день, когда Йом-И-Хат, когда Бог сотворил из ничего, и он сказал, день не первый, он сказал, а Йом-И-Хат, когда был единственный день, так еще не было ни светил, ни солнца, по Торе не было ничего, не было никаких звезд, не было еще Вселенной, он только сотворил материал для Вселенной, это был Йом-И-Хат, один день, так, Так, почему считают, что он был 2-4 часа, если не было еще ни времени, ни солнца, ни окружения волн, ничего? Он говорит, ученые говорят, что после Большого взрыва, первое вот это время, когда еще формировалась только материя, она только разлеталась, еще не сформировалась Вселенная, вот эти звезды, системы и так далее. Первый этот период длился 5 миллиардов лет. И то, что в Торе написано, Йом и Хат, это не имеется в виду день 1, 24 часа, имеется в виду период 1, первый период, это было создание вот этой вот материала для Вселенной. Потом написано, что там затвердело все, начало затвердевать, появилось, это был второй период, он длился по Натану Абейзеру 4 миллиарда лет. И это ученые говорят, что когда этот был большой взрыв, из одной точки все разлеталось, это когда Бог создал из ничего, Он создал все. Второй период, когда уплотнялась уже вся эта Вселенная, формировались там галактики, звезды и так далее, это был второй период, день второй. Но почему считают, что день был 2-4 часа? Только Солнце и Луна возникли на четвертый день. На четвертый день оно все, то есть по вот этой вот системе, он это вписывает точно в комментарии, решение там и так далее. Натан Абейзер, есть на русском даже эта книга, в начале она называется. Он говорит, когда написано первый день, в том виде, в котором мы считаем, что это был день, это был день Шаббат. И завершены были небо и земля и все воинства их. То есть завершена была вся работа по сотворению мира. И первый день, как день, тот день, в котором мы живем, это был Шаббат, в который он первого человека включил уже, он его включил полностью во всю систему. Но первый человек до этого, в шестой день, он завершил, то есть его восприятие мира сформировало тот мир, в котором он жил. И дальше начался Шаббат, это уже был первый цикл, это было 5778 лет назад. И вот мир существует с тех пор, и был потоп, а потом был опять мир, а потом была башня, а потом был опять мир. И мир как существовал, так и будет существовать, и в принципе каждого из нас интересует не судьбы мира, потому что это, знаете, как один человек опаздывал на встречу, и он ехал в поезде. И он, чтобы быстрее, значит, приехать на встречу, он начал толкать изнутри поезд, чтобы он быстрее ехал. Куда ты толкаешь поезд? Мир существует без нас и будет существовать без нас. И человек должен думать о своем внутреннем мире и о себе, насколько ты растешь, насколько ты развиваешься, насколько ты близок к Богу, насколько ты можешь стать лучшей Уман в своей профессии. Мы дойдем до этого места, там написано, если ты увидишь Умана быстрого в своей работе, Уман это мастер, он будет перед царями стоять. То есть ты должен быть лучше в своей работе, ты должен быть лучше в своей молитве, ты должен быть лучше, чем кто? Лучше, чем ты вчера. Каждый день нужно развиваться, развиваться, развиваться. Судьбы мира, мир, как существовал без нас, так и существует. Но если ты развиваешься и ты растешь, то в какой-то момент твои мысли, твои дела начнут влиять на судьбы мира. А пока ты рассуждаешь о судьбах мира, в это время ты не развиваешься, ты не растешь, ты просто отдаешь свое время. И миру от этого влияния, это как человек, который толкает поезд плечом изнутри поезда. Миру от этого ничего, от твоих размышлений о мире. Как было в «Золотом теленке» был Васисуал Лохантин и его роль в русской революции, который рассуждал о роли своей в русской революции, лежа на диване. Хорошо, друзья, двигаемся дальше. Пятнадцатый пасук. Значит, вот эти вот люди, которые плохие, они ходят... Если человек, который рассматривает внешний мир, он так может постигать Всевышний мир, он так может постигать Всевышний мир. Опять же, если его цель в данный момент... Всевышний природу увидеть, да. Он должен тогда поставить себе цель, понять суть Всевышнего. Но суть Всевышнего лучше понимать из Тора, а не рассматривая окружающий мир. То есть, вначале ты должен знать аксиомы, которые Бог дал в Торе. А потом ты, исходя из этих аксиом, рассматриваешь окружающий мир, как он вписывается в это, как он отражает Бога. Но ты должен знать вначале про Бога. Дальше, шестнадцатый отрывок. И все это нужно для чего, он говорит, царь Соломон Шлома Мелох, для цельха Миша Зара. Спасти тебя от женщины чужой. Минохрия Амаре Эхелика. Да, значит, он говорит, главное, говорит, тебя спасти от женщины чужой. Но здесь, как бы, здесь идет двойной такой, двойной смысл. Женщины, они очень сильно влияют на мужчин. То есть, они реально, как Бог создал первую женщину, Эзер Кенегдо, помощник против него. Она, с одной стороны, помощник, с другой стороны, против него. И, если мы посмотрим, то первая женщина, Хава, совратила. И она, значит, была причиной того, что Адам Решон согрешил. Да, она была тем тридером, запускающим механизмом, который всю эту историю раскрутил. То есть, она была, получается, Кенегдо. И против него она была. И в Кенегде написано, что Бог создал человека прямым, а когда Эмма, когда они стали вдвоем, Бекшухи, Жбонот, Рабим, они начали искать там, ну, выкруживать разные вещи. То есть, поэтому Шлома Меллах, он говорит, что главное, он говорит, спастись от этой женщины чужой. Но переносный здесь смысл, что женщина чужая, это не женщина, а это способ мышления чужой. Это способ мышления, то есть, есть некая система. Каждый человек живет в некой системе восприятия мира. Еврейская система восприятия мира, она проста и понятна. Есть Бог, Творец мира. Он создал мир, он создал человека, дал ему задания, дал ему награду. В этом мире рассказал, как действовать. Делай, удались от зла, делай добро. Вот это добро, вот это зло. И твоя задача разобраться, где добро, где зло. То есть, понять то, что Бог тебе объяснил, и удалиться от зла, и делай добро. Просто, понятно, идешь по жизни, работать, хочешь зарабатывать, зарабатывай. Только говори Богу спасибо за все, что ты заработал. Написано в Мишле, и дальше мы будем учить. Почитай Бога из твоего имущества. Миколь, решит твуатеха от всего первинок твоего урожая. То есть, тебе Бог дал, отдай обратно. Теперь те, вот мы учили. Дай ему из его, потому что и ты, и все, что твое, его. То есть, ты все понятно, делай. Жениться хочешь? Женись. Но, кхупа, соблюдай все правила. Жену свою уважай больше, чем себя. Там целая система. Все будет у тебя, все отлично. Нет. Эзер кенэгдо. То есть, жизнь тебя будет бить. Мусар. Мусар это, когда Бог тебя ведет по жизни, бьет тебя. И написано, что тот, кого Бог любит, того он увещевает. То есть, если у человека есть сложности, значит, Бог его любит. Значит, Бог его говорит, проснись, пробудись, вообще отдуплись, что ты не туда идешь, остановись. Не двигайся в правильном направлении. Значит, все это нужно, чтобы спасти тебя от Ишазара, от чужой женщины, которая, это те мысли, которые тебе не нужны. Имеется в виду, минохрия аморея хелико, и от чужестранки, чьи слова очень гладкие. Значит, от любых других идеологий, которые есть в мире, надо спастись. Потому что все эти идеологии, они пустые. Они из ничего вышли и никуда ведут. Я всегда, когда изучал все эти штуки, остановился я здесь. Когда я изучал все эти идеологии, до этого я искал правильную систему мировоззрения. Искал очень долго. Я сколько себе помню, ну вот когда уже вошел в такой адекватный возраст, где-то лет 16, например. Я всегда искал систему убеждений. Я всегда находил систему. Мне прежде всего интересовало, а вот тот, кто ее придумал, что с ним стало-то? Кто этот человек, который ее придумал, создал, и который утверждает, что она нормальная? Я всегда натыкался на то, что эти люди были сумасшедшие, пустые, несчастные, умершие рано. И в итоге их же система, это было просто выдуманное какое-то облачко, которое они выдумали. И никто не скрывал, они говорят, я думаю, что так. Ну и думаешь, что так. А как ты прожил? Вот так. А как твои последователи живут? Вот так. До свидания. То есть ни одна система меня абсолютно не устраивала. Пока миссионер пришел к Торе. Тора это вообще, это Тора, это невозможно. Это Бог, создатель мира, он ее дал. Интеллект Бога. И те люди, которые живут по Торе, например, сейчас, ну вот, Рав Штейнман умер, да, последние все главы поколения в Торе, интересно, они все жили больше ста лет, и до последнего дня практически они проводили уроки, они управляли вот этими миром Торы, они управляли больше ста лет. Ясность ума. У каждого из них сотни, то есть они когда умирали, у них были сотни внуков, правников, там тысячи. Рав Ильяшев, когда умер, у него было несколько тысяч уже внуков, правнуков, праправнуков. То есть это люди были, которые, и как они умирали, то есть большинство людей, они боятся умирать. А эти люди, Рав Шах, он говорил, он говорит, мне говорит, умирать вообще не страшно. Я говорю, в любом разговоре, я сейчас готов, все, до свидания и ухожу. Меня здесь ничего не держит, кроме того, что истина, путь истина. Я должен говорить правду, помогать людям идти по пути Бога, все. И они жили и уходили. Фух, все, перешел на следующий уровень, вообще, как знаешь, это называется, что человек должен всю жизнь молиться о хорошей смерти, о хорошем переходе. И у них это называется, как волос выходит из молока. То есть ты берешь волосы, он выходит из молока, не вообще, легко. А написано у злодеев, выходит их душа из тела, как репейник, который в шерсти зацепился. То есть они, так как они жили только интересами этого мира, они боятся из него выходить, им страшно, все у них здесь. И они прямо, когда умирают, у них прямо этот разрыв дико тяжелый. А они туда приходят, а им говорят, все, game over, игра проиграна. Ты ничего в этой жизни для духовности не делал. Все, до свидания. И, значит, он исчезает. Значит, все это нам нужно, чтобы спастись от плохой женщины. 17. Аузевет алюф неорея в эт брит элоэ шахиха. Значит, здесь шлома мелах обращается к еврейскому народу. То есть это прямое обращение к еврейскому народу. Потому что Бог в свое время открылся именно еврейскому народу. Открылся полностью. Это было Синайское откровение. Когда раступилось море, он поднял целый огромный народ на ступень пророчества. Показал им правду и говорит, парни, я вас вывел из рабства. Вас бы не было. То есть вы были рабами и специально Бог вначале загнал в самую-самую яму такую, да? И он говорит, или вы здесь погибнете, или вы будете мне служить. Клянетесь? Клянемся. Будете только соблюдать. Будете народ священников. То есть будете только посвятить свою жизнь служению Богу. Клянетесь? Клянемся. Все. Десять клятв. Десять проклятий. Поставил уже на горе. И так. И так. И так. Все. Клялись, божились. Все. Все показал. То есть да, да. На все поколения. На все поколения. Союз с Богом. Союз с Богом. Все. Значит. И что он говорит? Самое страшное это тот, кто озевет Алуф Норе. Тот, кто оставляет. Алуф это как чемпион такой. Своей, своей молодости. То есть. Вет брит Элуке Шахиху. И он говорит. Самое страшное это те, кто оставляет вот этот союз Бога. Те, которые оставляют то, что когда-то поклялись тогда. И забывают о своем предназначении. Приходится Богу тогда напоминать через катастрофу. Через шоа. Через страшные, страшные вещи. Говорить. Послушайте. Все. Ну нет вариантов. То есть это как прописано, записано, закреплено и так далее. Не может. Если еврей, он обязан. То есть все остальные, они это добровольно. Можно присоединиться. Можно посвятить свою жизнь Богу. Можно сказать. Я буду только служить Богу и ничем другим заниматься не буду. Но у евреев нет этого выбора. Да или нет. Только да. Только да. Обязаны. Все. Понятно? Кто меня слушает. Ну вот Рафаэль Вольперт. Он молодец. Он, я знаю, служит все полностью. Он в военной форме даже ходит. У евреев религиозных есть военная форма. Яков Шатадин. Военно обязанный. Полностью выполняет свой еврейский долг. Красавчик. Молодец. Просто вообще чемпион. Бог смотрит. Доволен. Говорит. Яков Шатадин. Рафаэль Вольперт. Красавцы. Молодцы. Вообще. Честь и хвала. А, например, те, которые не соблюдают пока. Бог расстраивается. Он говорит. Что же вы забыли-то чемпиона вашей молодости, который вас провел вообще, довел до этого места, до этого поколения. Забыли меня? Говорит Бог. Нельзя забывать. Хорошо. Да. Хорошо. Значит, мы остановились на 17-м отрывке. И, значит, раз мы военнообязаны, значит, очень все просто. Изучаем. Делаем. Молимся. Все. Три вещи. Изучаем Тору. Делаем то, что там написано. Выполняем заповеди. И молимся, просим Бога, чтобы он нам дал силы, знания, возможности, ресурсы. И благодарим Бога за все, что приходит. Включай. Если приходят какие-то вещи неприятные, надо поблагодарить, сказать, что ты мне хочешь сказать. Я благодарен. Я понимаю, что ты мне что-то хочешь этим сказать. Я хочу понять, скажи более понятно, без вот этих вот неприятностей. Неприятность, она меня пробудила. Все. Теперь скажи прямым текстом. Как-то мне передай весточку. Я, например, очень люблю открывать святые книги Тору в разных местах. И, значит, там нахожу ответ. Очень классно работает. Хаба так много делает. Они пишут письма Рэбе. То есть они задают вопрос Богу, но ответ хотят получить через очень понятный инструмент. Рэбе написал десятки тысяч писем. Сотни тысяч. Я не знаю. Десятки тысяч, наверное, писем. Где он отвечал на вопросы людей по Торе, по мировоззрению, по что делать, как делать. Он конкретно вдумывался и отвечал. Так как он был человек, который был предан Богу всем сердцем. И знания его Торы были фантастические. То его ответы, они очень часто попадают и дают ответ на твой вопрос. Потому что, ну, в принципе, у евреев одни и те же вопросы, одни и те же сложности. Как меньше соблюдать, например, образно. Или как больше соблюдать, но при этом, чтобы... Ну и так далее. То есть у нас у всех одни и те же сложности, одни и те же выборы. Только на разных этапах линии фронта. Каждый находится на линии фронта. Борьба со своим злым началом. Это главная борьба в жизни человека. Кто-то для него сегодня это борьба. Сделать Бритмила, не сделать Бритмила. У него линия фронта здесь. У кого-то это поучить Тору или посмотреть фильм. У него линия фронта здесь. У третьего это верить, что Бог тебе поможет или не верить. Это тоже линия фронта. Потому что это твой выбор. Кто-то верит, что Бог поможет и все дороги открыты. Кто-то не верит. То есть у каждого из нас вопросы есть всегда. Линия фронта есть всегда. и с Божьей помощью, чтобы мы победили в войне со своим Ессарара. Все. Всем хорошего дня, удачи, успехов. Влад Косов, если меня смотрит, Влад, пожалуйста, поставь на вот это вот, на каждое видео, где мы изучаем Тору, поставь ссылочку, поставь ссылочку на перевод вот этой главы, есть на портале ВАИКРА, есть перевод этой главы с комментариями. Просто, чтобы можно было еще раз повторить все эти псути, ну, все эти отрывки и запомнить хорошо. Все. Удачи, успехов, чтобы было божественное благословение на всех нас. Адар, лучший месяц. Адар, лучший месяц, чтобы было много благословений в месяце Адар. Все. Марбин Басимха. Увеличиваем радости. Пока.